всем привет это работа на высоте я пётр любимов сегодня мы продолжим разговаривать про комплект о котором снимали видео самое наше первое видео и сейчас на практике разберем как работает каждый элемент снаряжение из которого состоит комплект первое это страховочная привязь высота 016 мы будем использовать от компании venta нам нужно сейчас стегнуть сюда кроль вот соответственно мы делаем следующим образом вот здесь вот встегиваем сюда дельту треугольную вот как раз вот в это место вот рядом с этим кольцом вот мы обстегнули вот таким образом сюда встегиваем кроль и все замуфтовываем исходное положение короля не должно быть вот таким он должен быть жестко пристегнут к нам и висеть и находиться в таком вертикальном положении вот мы его стегнули чтобы кроль находился в таком положении можно использовать маленький такой вспомогательный карабинщик с муфтой rapid мы его называем и мы его стеги вот в это место к пристегиваем его к верхнему грудному полукольцу желательно вот эту муфточку и и наружу вывести для того чтобы всегда могли ее контролировать все у нас круглот висит вот можем стегнуть его ну вот висим на короле и выстегнуть дальше стёгиваем вот в это полукольцо стёгиваем страховочный уз то есть ну мы как стеги мы его ввязываем обязательно мы ввязываем его сюда то есть вот мы снова возвращаемся к первому занятию вывязали из видео к видео будем немножко повторять то что отрабатывали в предыдущем сюжете предыдущих сюжетов нас вот этот уз должен доставать вот этим концом до подбородка вот жумарный уз должен примерно до уба доставать но таким образом чтобы повиснув на нем мы всегда могли достать жумар в данном случае он очень высоко длинного то есть мы его укорачиваем так вот этот уз вот вот этот кончик да мы должны вот так вот обрезать нам нужно обрезать оплавить и примотать можно еще вот с усами мы разобрались короткий уз мы вставляем маленький карабинчик скаловазный с муфточкой он нам нужен для прохождения различных элементов веревочной трассы без потери страховки к ним жумар мы пристегнем вот таким образом чтобы вот муфта открывающийся открывающий карабин смотрела в сторону вот этой защелки кулачка уже мар это делать для того чтобы ну предположим у нас пойдут перила за которой мы будем страховаться и мы всегда можем подстраховать жумар вот таким образом чтоб у нас при рывке нагрузка приходилось не на кулачок не на не вырывала его а приходилось на карабин поэтому желательно чтобы вот эта муфта открывалась в ту же сторону куда я смотрит кулачок так следующий регулируем педальку мы всегда лучше использовать регулируем педальку желательно по две ноги есть под одну ногу неудобно так идеально педалька должна быть так отрегулирована чтобы жумар когда мы две две ноги ноги ставим вместе вот это вот обойма хуже мара смотрела к дырке прикасалась если человек полный такой как я можно чуть-чуть длиннее сделать вот так примерно не так удобнее все следующий элемент нашей конфигурации это спусковую строчке в этом видео мы будем пользоваться и делать все упражнения со стоппером фирмы вент значит как правильно пристегнуть стоппер десантер к этой привязи стоппер десантер пристегивается справа от уса страховочного значит вот эта щечка поворотная она должна смотреть к вам в лицо карабин стоит таким образом чтобы муфта смотрела на вас они наоборот не наоборот не в ту сторону мы всегда должны осуществлять визуальный контроль за снаряжением то есть в данном случае мы осуществляем визуальный контроль за муфтой и за щечкой стоппер и еще муфта должна смотреть вниз то есть при спуске при спуске при вибрации муфта должна закручиваться следующий элемент наша конфигурация это страховочный уз со страховочным зажимом мы связали из пуска динамической веревки крепится он нам тоже также муфта смотрит себе чтобы всегда видели контролировали и если мы муфта будет смотреть от нас сторону мы не будем видеть и вот смотрите мы не нам не видно а если муфта смотрит на нас то мы видим и всегда муфта должна быть защелкнута мы всегда должны проводить визуальный контроль за снаряжением капелька ну здесь муфта кверху но мы тоже ее контролируем так то есть первое упражнение которое мы будем отработаем это стягивание спускового устройства вот мы его берем стягиваем стягивается слева направо через верх мы выбрали сели и дальше с первое право безопасности при работе со спусковым устройством стоппер это никогда не не задевать эту ручку пока то есть рука право должна всегда держать выдающийся веревку и стоппер только потом можно держать ручку если мы не будем держать выходящую веревку а нажмем ручку мы просто упадем там сломаем себе копчик то есть вот упражнение такое мы стягнули и спустились поднялись выстегнули следующее упражнение это блокировка стоппера то есть есть половинчатая блокировка через ручку вниз потом через веревку вверх и полная блокировка то же самое еще петля проходит через нижний карабин то есть это нужно всегда делать пусто стоппер он нас травит немножко веревку так следующее как разблокировать то есть вот мы повисли заблокировали блокировки разблокировка проводится в одно движение то есть нужно избегать вот таких вот перехватов руками то есть вот мы взяли заблокировали все потом нужно разблокировать мы так отмерили веревку что в одно движение мы разблокировали и начинаем спускаться следующее упражнение это подъем на спусковом устройстве здесь мы включаем жумар стёгиваем стоппер при отработке это упражнение нужно вначале поработать как правильно выстегивать жумар из веревки тут кулачок имеет такие иголочки и любое снаряжение на самом деле чтобы выстегнуть из из веревки вначале нужно снять нагрузку данном случае делаем такое упражнение ставим ногу в педальку и подвесом ноги пытаемся выстегнуть жумар то есть просто мы не можем выстегнуть уж нас нагрузка идет на него приподнимаем выстегиваю поднимаем вот дальше движение на подъем происходит следующим образом мы висим в обязке жумар выше то есть мы можем таким образом заблокировали сняли жумар разблокировали поехали сейчас подключаем страховочное устройство то здесь мы этим упражнением отрабатываем подъем на спусковом устройстве спуск и работу со страховкой как работаем с капелькой мы стегнули она всегда должна у нас быть здесь вот есть такой лепесточек его поджали вот и она у нас твердо уже держится на веревке значит вся работа перекрутилась происходит попеременно поднялись приподняли капельку поднялись приподняли капельку то же самое когда мы идем на спуск при спустились желательно чтобы у нас зоне капелька была зоне между плечом и верхней части бедра вот мы приспустились приспустили капельку так следующее упражнение это подъем и спуск на зажимах возьмем отсюда веревку капельку стегнули саму вставали на зажимах то есть стоппер нам не нужен бог крепим нам зато нужен кроль жумар причем отрабатывать упражнение то есть на зажимах на кроли жумаре мы поднимаемся вверх это всегда нужно где-то приспуститься если вдруг мы забыли спусковое устройство при прохождении элементов веревочной трассы типа узел нужно приспускаться уметь на кроли вот то есть мы суть такая то есть нагруженном состоянии зажим кроль и зажим жумар работают по переменам и на них спускаемся вниз не забываем про страховку то есть при можно держаться рукой за веревку это главное вот смотрите правой рукой левой рукой мы держим равновесие то есть зажимар держим за веревку держим а правой рукой мы всегда работаем со снаряжением отодвинули отодвинул 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 не забываем про зажим и подъем чтобы правильно идти вверх у нас вот эта веревка выходящий из короля должна проходить между голенью и педалькой и когда мы поднимаем ногу то есть эта техника подъема мы поднимаем ногу вверх нас колено смотрит в сторону веревка падает вниз а когда мы подымаемся колено смотрит вперед зажимает веревку между педалью голенью и происходит такое движение не забываем про страховку и при спускаемся внимательно смотрите чтобы жумар мы нельзя его нельзя выстегивать полностью нужно просто отодвигать кулачок с крайнее положение к щечке то же самое то есть если мы так и возьмем от пусть у нас упадет если же мы допустим его отодвинули отпустили и кроль то же самое все это было такой первое тестовое упражнение ну какие выводы можно сделать при использовании такой конфигурации мы можем понять все элементы работы с веревкой мы можем подниматься опускаться использовать кроль использовать жумар грамотно пристегивать страховочное устройство единственное неудобство то что кроль находится очень высоко сейчас мы работали без сидушки если мы сидим сидушку то кровь у нас чуть-чуть опустится сейчас стегивать не будем сидушку это настоящим у нас на следующем видео покажем где будет у нас новых другое занятие мы повторим вот эти же элементы еще раз более подробно ну не более подробно также повторим какие-то друг будут вопросы я на них отвечу вот и уже все днем сидушка расскажу как правильно стягивать сидушку подиум и пройдем такие элементы как прохождение узла отработаем и прохождение промежуточной точки крепления веревки отработаем ну и повторим еще раз подробнее подъем и спуск на зажимах на спусковом устройстве правильную блокировку стопера или же возьмем другое спусковое устройство типа промальп правый там либо формальп левый вот и посмотрим все на этом все с вами был петр любимов канал работа на высоте есть вопросы задавайте будем потихонечку разбирать то серия видео посвящена начинающим промышленным альпинистам которые только постигают профессию я буду отвечать на ваши вопросы там будем экономить ваши деньги плане подбора снаряжения и буду рассказывать каких-то нюансов безопасности вопрос здесь безопасность том как правильно мы вяжем узлы как правильно мы пристегиваем как правильно мы осуществляем контроль со всеми элементами вот этими как роль пристегнут какие муфточки здесь замуфтован то есть мы постоянно должны контролировать это если мы будем контролировать то можем использовать любое снаряжение любой дешевое сертифицированное сертифицированное снаряжение Так, пока. На этом все. Продолжение следует...